Продолжение следует... Продолжение следует... Важное событие, переломное в истории, как крушение Советского Союза. И во многом я, хотя был относительно еще совсем небольшим, 10-11 лет, тем не менее я помню эти переживания и, что называется, ощущения, которые летали в воздухе. Но 90-е годы, они очень важны в том смысле, особенно, как я помню свои старшие классы школы, это начало 90-х годов, вопросы религии, вопросы религиозности, они стали просто какими-то естественными. В какой-то момент, что называется, прорвало плотина, и все начали так или иначе касаться, увлекаться, читать религиозную литературу, общаться. В этом было своеобразное вдохновение. И многие мои однокурсники, одноклассники, и многие мои знакомые так или иначе приходили и рассказывали, что были там, или посещали такое-то богослужение, или сейчас читают книгу о том-то и каком-то нибудь религиозном явлении. Конечно, нужно понимать, что в эти годы много было и некачественной, что называется, продукции. Это и оккультная, и магическая, и через это увлечение молодежи тоже происходило. Но, слава Богу, многие мои знакомые, мои однолетки все-таки стали ходить в православный храм. Тем не менее, я как-то по умолчанию всегда понимал, что Бог есть. У меня никогда не было переживаний на эту тему, существует ли Бог, не существует ли Бог, этого кризиса, о том, что мне надо было убедить в существовании Бога. Никогда такого не было. Я не знаю, как это объяснить и почему именно так происходило, но я, сколько себя помню, с самого-самого такого, своего начального сознательного возраста, я всегда был убежден о том, что, ну скажем, божественное существует, божественное присутствует. Конечно, были потом разные и опыты, и чтение разных книг, и общение с разными людьми, но меня, что называется, не убеждали в существовании Бога. В принципе, я родился и вырос в нерелигиозной семье. Мои родители не были коммунистами, и идеология коммунистическая у нас в семье никогда не провозглашалась, не навязывалась, но и практикующими христианами они не были. Как говорится, ходили только на Пасху. Тем не менее, все-таки моя мама, например, она считала своим долгом меня перекрестить, когда я уходил в школу. Тем не менее, она не ходила в храм, не исповедовалась, не причащалась. И только тогда, когда я в старших классах школы начал воцерковляться, то и мои родители, особенно моя мама, безусловно, стали тоже больше узнавать о церкви и стали посещать богослужения. На каком-то этапе я стал читать православную религиозную литературу. Отчасти этому способствовало то, что у меня в школе учились ребята, которые были понаморями в местном храме. Но сам я в храм не ходил до определенного момента, когда мне предложили эти самые мои знакомые ребята на год, на два старше меня по школе, и познакомиться с местным священником, уже, к сожалению, умершим, протереем Василием Мужила, который был настоятелем Свято-Троицкого храма в том месте в Одессе, где я живу. И общение с этим человеком для меня было действительно радикальным обращением именно в церковную стихию, в стихию церковной жизни. До него, до общения с ним, у меня православие, наверное, было книжное. А после того, как мы познакомились и один период, чуть ли не каждый день общались, то я стал понимать необходимость и присутствовать в храме, и изучать более серьезно богослужения, и общение вообще с мирянами, с паствой, с другими людьми, которые приходят в храм. Отец Василий был человеком удивительной харизмы. Мне трудно представить, чтобы я в жизни встречал еще человека настолько харизматичного. Он же рекомендовал мне семинарию и был моим преподавателем гомилетики в Одесской духовной семинарии. В духовных школах принято нести так называемые послушания. В Одесской духовной семинарии у меня особого послушания не было. Я по благословению ректора, тогда архимандрита Евлогия, продолжал нести послушания в том храме, от которого был рекомендован в Одесскую духовную семинарию. Был там панамарем и чтецом. А уже в Московской духовной академии у меня были постоянные послушания. И первый год моего обучения в Московской духовной академии, это была работа на сайте Московской духовной академии. А остальной период я был экскурсоводом в Церковно-архимандритическом музее Московской духовной академии. Это тоже очень важный опыт, который позволял встречаться со многими людьми, говорить на разные темы и, наверное, развивать всевозможные навыки. Брак или монашество? Я как-то сразу понял, что монашество — мой путь. И для меня единственный вопрос, который стоял, — это вопрос о времени. То есть когда я приму монашество, а не надо ли принимать монашество или почему я принимаю монашество. С самого своего восторговления, с самого начала своего восторговления я знал, что это мой путь. И я благодарен Богу, что именно сразу пришло ко мне это ощущение. Я не метался в переживаниях о том, каким путем пойти. Хотя я принял монашество, но относительно поздно. Но мне было 29 лет, когда уже в Киевской духовной академии тогдашний ректор Владык Антоний постриг меня в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. В Киевской духовной академии до ректорства, безусловно, мое основное занятие — это преподавание. И так уж получилось, что хоть и по кафедре только одной, то есть по кафедре богословия, но я преподавал многие предметы. Это и апологетику, и основное богословие, и науку, и религию, и историю философии, и, конечно же, догматическое богословие. Своим основным предметом я всегда считал и считаю догматическое богословие. Став уже ректором, я вынужден был отказаться от всех почти предметов, оставив за собой только историю философии для первого курса семинарии и первый год обучения для студентов догматического богословия. У нас это по программе Киевской духовной семинарии со второго курса. И несмотря на ту занятость, которая есть у любого ректора, стараюсь в обязательном порядке оставлять за собой эти два предмета, ну потому что я люблю преподавание, это во-первых, а во-вторых, процесс общения со студентами во время лекции — это один процесс и один формат. А общение со студентами в кабинете ректора — это другой формат, и мы все прекрасно понимаем, что студент попадает в кабинет ректора, как правило, провинившись. И не хотелось, чтобы меня студенты воспринимали только с точки зрения человека, который сейчас будет принимать решение о их наказании или вынесении какого-нибудь административного решения. Ну и я не хотел бы смотреть на студентов только через этот, скажем прямо, не всегда положительный, а вернее, почти всегда негативный опыт, хотя он тоже должен присутствовать в жизни административного лица. Поэтому преподавание сейчас для меня — это радость и отдушина, но не является моим основным занятием. Также до ректорства я занимался сайтом Киевской духовной семинарии, будучи его редактором. Довольно долгий период также курировал студенческий журнал «Наш академический летописец». И одно из важных послушаний, которые я нес по благословению предыдущего ректора Владыки Антония, последние несколько лет перед ректорством, был проректором по учебно-методической работе. Надо сказать, что я убежден в том, что у человека на любом этапе его жизни, у епископа в том числе, есть люди, которые ему помогают. Помогают в епископском служении, в административной деятельности, в преподавании и во многих других направлениях, которые есть в служении архиерея. И, безусловно, для меня наставниками очень долгий период со дня моего прихода в Киевские духовные школы и до ныне является митрополит Бориспольский Антоний. А с момента моей архиерейской хиротонии я считаю также своим наставником блаженнейшего митрополита Ануфрия. И во многом, когда есть какой-нибудь вопрос, недоумение у меня в моем служении как архиерея, учитывая, что я все-таки менее трех лет епископ, я всегда обращаюсь за советом к этим двум людям. Мое епископское служение, оно связано прежде всего с киевскими духовными школами. И в основном я как епископ возглавляю богослужения или совершаю молебны в особо важные даты и дни для Киевской духовной академии и семинарии. А также важно, что я как ректор и как епископ сослужу за богослужением на большие праздники и часто по воскресным дням предстоятелю Украинской Православной Церкви блаженнейшего митрополиту Ануфрию. Вообще, по уставу Киевской духовной академии блаженнейший митрополит Киевский является как раз главой ученого совета Киевской духовной академии. Да, я счастлив в своем служении. И, конечно же, если говорить о счастье, то надо понимать, что каждый из нас должен развиваться в нескольких направлениях. Я любил преподавать и долгую часть своей жизни занимался этим и продолжаю заниматься. Я занимаюсь тем послушанием, которое связано с ректорством. И на самом деле в этом нахожу и душевное удовольствие и возможность совершенствования. И, конечно же, когда это все у меня есть, это является счастьем. И нельзя забывать, что счастье во многом еще зависит и от тех людей, которые вокруг нас. Мне в этом смысле тоже очень радостно, что вокруг меня те люди, которых я всегда хотел видеть возле себя. И они тоже являются теми, кто во многом в комплексе с моим любимым делом и, дай бог, с моим развитием, как человека, идущего христианским путем, помогают достичь счастья. Субтитры создавал DimaTorzok